Такос, 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 бурита, бурита. Вот он, очередной хит Little Big. Но хит ли это? Статистика не радует, по меркам группы, такос это полный провал. Неужели даже Пухляш не помог? Ведь ребята так хайпанули на Евровидении. Что случилось? У кого Little Big украли идею для своего клипа? Чем Ильич спаивает своих фанатов? И главное, почему разочарованы фанаты Пухляша? Поддержи канал лайком, подпиской и погнали! Помните Пухляша? Дмитрий Красилов стал настоящим символом Евровидения в этом году. И вот герой возвращается. Именно ему посвящен клип Такос. По сюжету Пухляш возвращается со съемок Уна. Он хочет перекусить, но не тут-то было. Еда оживает и давит бедняги на нервы. А вы любите покушать? Тогда этот трек для вас. Бурита, пицца, сухие завтраки, паста. Little Big создали настоящий гимнобжор. Кажется, костюмеры весь карантин шили это продуктовое безобразие. Выглядит сочно. А как вам? Понравился клип? Кстати, история Little Big началась с маленьких людей. Режиссер Алина Пязок предложила Ильичу сделать что-то крутое с маленькими людьми и рэпом. Так появился клип Everyday I'm Drinking. Но, видимо, эти люди были недостаточно маленькими. Теперь Пязок пошла до конца. В первые сутки клип набрал 3 миллиона просмотров и сразу взлетел на вершину трендов. Но через день упал, пропустив вперед видео Бэткомедиана и клип Давы и Киркорова. А что с реакцией фанатов? На первый взгляд, все неплохо. Люди вовсю пляшут под новый трек. Кто-то реагирует супер лаконично. Кто-то роняет слюнки на костюмы Little Big. Да уж, клип аппетитный. Но разве это главное? Мы тут собрались ради музыки. А музыка, увы, людям не понравилась. Тысячи комментариев звучат так. Клип супер, но трек отстой. Блогеры согласны с толпой. Прикольно снято, классно, конечно, да, в их стиле. Но что-то не зацепило, как-то не знаю. Как-то вот вообще не зацепило меня. И не думайте, что вредничают только зрители из России. Музыкальный блогер Теро тоже разочарован. Статистика клипа не радует. Каждому шестому зрителю трек не понравился. Заглянем в другие клипы Little Big. В Hypnadancer дизлайк ставит каждый 16-й зритель. Остальные 15 в восторге. Итак, со всеми клипами Little Big. По меркам группы Такос – это полный провал. Хуже статистика только у двух клипов – Hateful Love и Big Dick. За что дизлайкают эти клипы, понятно, они очень провокационные, но клип Такос такой миленький. Возможно, в том и проблема. Зрители массово пишут, это песня для детей. Подобный эффект был замечен в Скибиде. Little Big даже наградили на фестивале детского телевидения. Мы получили премию в Бельгии. Какая-то номинация была? Лучше, по-моему, детский трек или что-то такое. Ну да, где вы победили любимую песню моего сына. Дети обожают Little Big. Это отметил даже Филипп Киркоров. У меня дети поют с Кибиди-Диби день и ночь. Детская реакция – первый показатель на то, что это настоящее и это здорово. Кажется, Ильич может смело отправлять новую песню в Бельгию. Очередная награда гарантирована. Но не только за это фанаты Little Big не взлюбили песню. Многие сообщили, такос – это плагиат. Ожившие продукты – орущий помидор. Банан, с которого снимают кожу. Да это же полный расколбас один в один. Другие зрители вспомнили серию Саус Парка. Песня Картмана подозрительно похожа на текст Little Big. Можно сказать, это не воровство идей, это отсылки. Но на плагиате Little Big ловили и раньше. Арина Ростовская показала, трек «Go Bananas» подозрительно похож на хит «Black Eyed Peas». Многие согласны с блогером. Но если послушать трек «Black Eyed Peas» целиком, сложно найти схожесть с Little Big. Может, и нет никакого плагиата? Сам Ильич признает, он черпал вдохновение в Инстаграме. За идею съедобной одежды он благодарен Николь Маклаффин. Все остальное – случайное совпадение. Есть и еще одна претензия к Little Big. Фанаты утверждают, группа потеряла свой шарм. Раньше их клипы были остро-социальными, с сюжетом и смыслом. Life in the Trash – клип о том, во что превращается общество потребления. I'm OK – сатира о пьянстве. Полюшка Поля – клип о любви к родине. И вот такус-такус, буррито-буррито. В чем смысл? В банальном зарабатывании денег на вирусных роликах? Или смысл есть? На столе модная газировка и хот-дог. А танцор позволил себе только крошечный бутербродик. Может, Little Big призывают нас отказаться от фастфуда? В любом случае, понравиться всем невозможно. Музыкальный блогер Рамин считает – главное не глубина сюжетов, а стабильность. Little Big остаются верны себе и выдерживают стилистику. Коть фанатам кажется, что одна песня – это просто искусство, а другая песня – это шлак. Правда, Алина Пязок считает иначе. По ее мнению, секрет успеха не в стабильности. Наоборот. Каждый раз мы стараемся делать то, что мы не делали до этого. Потому что меня очень сильно бесит, когда люди, как ремесленники, по одной гребенке все это делают. Вот только что нового мы увидели в Такос. Этот клип – набор стандартных фишек Little Big. Каменные лица, мемные движения, даже брюки-клёш. Все это уже было. В ход пустили и тяжелую артиллерию – Диму Красилова. Парень стал главной фишкой клипа Уна. Вот группа и решила – давайте опять его пригласим. Но фанатов Пухляша ждало горькое разочарование. Они ждали танца, а его так и не было. Но не будем грустить. Да, Дима не сплясал в Такос. Зато он вовсю танцует со звездами. Например, с Дмитрием Нагиевым и Полиной Гагариной. Кроме Пухляша, к созданию Такос приложили руку и другие супергерои. Конечно же, это команда костюмеров и декораторов. Ее возглавил Станислав Шамшев. Раньше художник-постановщик работал с Нойзом МС. Сюрреалистичные звери из мешковины – это круто. Но Такос посложнее будет. Страшно представить, сколько труда и фантазии вложили в эти наряды. Кстати, вы тоже заметили, что на костюме Лисова написано не «Кока-кола», а «Литл Биг». А вот бутылка на фоне вполне настоящая. В отличие от придуманных духов Фараденза, в этот раз Ильич пшикается настоящими виски. Уильям Лоусен. Суперчили. Проплаченная рекламная интеграция. Алина Пязок заявляет, с рекламой у них все строго. Мы очень тщательно подходим к тому, какие интеграции подходят к нашим артистам. Режиссер заверила, какой попала бренд, не возьмут. Только тот, что близок группе по духу. Похоже, Уильям Лоусен действительно близок «Литл Биг», ведь появляется в их клипах не первый раз. Именно его пили Соня и Ильич в клипе с Кибиди Романтик Эдишн. Похоже, Ильич всерьез настроен споить своих фанатов. Да и клип про алкоголь у них уже был, самое время для клипа про закуску. А как вы считаете, рекламные интеграции это зашквар или норма? Понравился ли вам клип Такос? Литл Биг держит марку или группа испортилась? Делитесь мнениями в комментариях. Такой аппетитный клип заслуживает, чтобы его обсудили.